привет друзья подписчики моего канала просто зрители хочу поделиться с вами вкусным рецептом и хочу показать как я готовлю такую рыбку к паутус вот перво-наперво и как буду его коптить и коптить я буду его зеленом чае ну так как сама по себе рыба очень вкусная паутус никаких специй ему дополнять не надо только прием соль соли соли мне очень сильно но чуть-чуть сильнее если мы это сделали просто для как стать просто поджарить так это мне синий коры пола все два часа часик на одном баку полежит часик на другому куполе через два часа я выложу на решетку и до утра ставлю обсыхать ну что друзья смотрите рыба сверху обсохла замечательно подсохла ну так как внутри она еще абсолютно сырая мокрая мягко ведь когда мы будем коптить ее спасушек корочкой вся влага останется внутри и просто некуда будут выходить влаги она будет очень сочная всегда когда делать рыбу горячих вообще не всегда подсушиваете ее чтобы она коптить ушла с сухой корочкой с собой повешайте у нас просто сварится с ней будет капать вода на ваши угли будет парить пойдет дай подготовили убрали сейчас поедем коптить теперь самое интересное на чем будем коптить смесь для копчения будем делать именно смесь какую-то мисочку ребят я взял зеленый чай листовой не обязательно такой марки не суть важно любой возьмите главное чтобы он был листовой у меня видите зеленый да еще и слайм искал скажу честно искал из жасмином вот вспомнил название очень хорошо подходит с мином чай зеленый чай жасмином но не нашел в нашем магазине берем чай насыпаем его примерно вот такого количества на одну закладку сильно много его не нужно ну чтобы он был где-то наверно три четыре столового ложки дальше для того чтобы у нас был красивый цвет у нашей копченой рыбки чай нам даст аромат и вкус а цвет нам даст сахар я взял тростниковый если вы тростниковый не найдете берите свекольный сахар много вот уже не положу достаточно будет любого копчения для холодного и для горячего в данном случае теперь еще один секретный ингредиент пойдет нашу коптильную смесь и это ребят сушеные шкурки мандарина именно мандарина не апельсин не лимон игры фру больше не годятся только шкурки мандарина они участвуют и вижу руках пахнут изумительно ваша рыба приобретет неповторимый очень вкусный такой цитрусовый аромат немножко их надо измельчить вот но опять на давай высыплю половина все со шкуркой осторожней переборщить ему будет обратный эффект чуть-чуть вот одну шкурку достаточно так примерно на на глазах шкурку одного мандарина высушили не выкидывайте шкурки просто на батарею их ложите они у вас высохнут сохраняться гандами видите получилась очень интересная смесь до копчения рыбы видите мы рыбу посолили просто но компенсацию делаем вот этой коптильной смесью офигенно пахнет коптить я буду в тандыре и если в тандыр просто на угле высыплю вот это все сгорит и все я возьму фольгу и сделаю пару зерконов напополам эту смесь разделим и просто запаковываем конверты делаю наверное надо будет его вдвое сделать чтобы было маленько понадобиться так вот здесь я думаю что понятно все вот я сделал еще один такой же пакет вот этой смеси и поедем уже на улицу если вы хотите будьте дома то фонгулок не обязательно заворачивать ну желательно потому что могут капать с нее жидкость рыбы на даже в этом в казанке дома коптить и и будет гореть пусть он капает сверху на фольгу жир снизу гореть жир это не будет и чисто будет чистый аромат наших активист этой смеси понятно друзья вот мы на месте сейчас будем заниматься копчением рот копить будем походом в тандыре хороших друзей гончарку бане такой маленький тандырчик походный у меня можно купить очень даже не за дорого как я всех вдруг притащил я зажгу его и будем коптить нашу рыбу пусть погреться можно найти походных больших тандырчиков есть большое большое преимущество перед большими во первых он легкий а во вторых он очень быстро нагревается данном случае не надо большое количество дров вот накидал сухого тольника каплика тольник топля принесло после наводнения час она прогорит и все можно готовить потом прогорает можно поставить казанчик небольшой сварить уху потом вы же стареешь уж уж пожаре шашлык а потом еще и закоптить рыбку универсальная вещь буквально минут 15 это дело прогорит угли упадут я его закрою и будем коптить все моментально говорите друзья угли прогорели рыбу к выложим на решетку а завертончик с их нашей коптильной смеси просто сверху делаем несколько ответствий много тина не делает иначе может пыхнуть нам этого не нужно и в брода ряду такой верхний слой прыги ниже не надо закладываем их вниз угли закрываем поддувал ну и все сверху ставим рыбу закрываем тандыр сейчас опилки твой чай начнет дымить и соответственно коптит рыбу сильно большой жар тандыри нам не нужен нам достаточно прогреть рыбу в середине куска до 50 градусов все белок сворачивается при 40 50 будет гарантией все закоптится он начинает дымить вот все видите друзья процесс копчения пошел коптильная смесь начинает дымить и все теперь осталось только ждать минут 20 но полчаса от силы кусок толка пусть получится стоит вот смотрите что получается хочу выйдет из машины и стекла чтоб вам показать как все это все работает конечно дома у вас так не получится закоптить чтобы дым на проток шел ну попробовать в казанчике можно тоже получится тоже неплохо дым пахнет чудесно запах вообще ни на что не похожи офигенно вкусно прошло 15 минут 15 подожду друзья ночью прошло полчаса ровно виде как все копчение все продвигается но я думаю уже достаточно так часа все вытащили покажу вам на белом фоне на снегу что получилось ну чё кому-то че нужен тебе комментарий как вы думаете вкусно это или нет так тряпочку я взял смотрите на это как вам рыбка вот вам и чай так друзья ладно палтус рыбка такая что надо кушать его холодным именно холодным он открывается с их вкусовых качества я сейчас все это дело запакую и еду домой а уже дома она маленько подостынет я уже попробую как нам это получилось пахнет просто не чувствую какой-то чисто из-за она все едут домой нету тех уже больше как все уберу и пойду я ну вот ей дома рыбка еще толком не остыла но хочу вам показать что когда я говорю про то что рыба будет сочной я имею ввиду примерно вот это видеть давайте сейчас шкурку подымем и посмотрим но все что тут еще можно показать глядите сами таким способом можно коптить не обязательно палтус купите даже суховатую горбушу посолите ее в ту звуке подсушите чуть-чуть и потом закоптите а тоже будут сочной все для всем кому было интересно и полезно это видео ставьте пальцы вверх